Раду про полки. Сегодня, наверное, нет человека, который не знает ли ни партии, ни о чем, а лично от Матруса. Его звезды часто проселки не сопротивляли. Почти 71 порт, он в ответ в этот ролях. Канфер, фашистская пуля, шел и шел, а средний, сошел. 71 снижение. Я столько, что он не ожидал. А, ну, мы считать. А, ну, мы расстояли. Сначала 1943 года. На всех фронтах идет война. Матросов, гусантов, военно-лужащих... Один. Раз раз. Рапорт за рапортом отправляет он командованию с просьбой отправить его на фронт. Он так торопился воевать. Ему так хотелось убивать ненавистных фашистов. Но, в конце концов, его просьба была удовлетворена. Его отправили в 91-ю отдельную стрелковую бригаду. Он попал в роту автоматчиков. Повезло. Попал туда, куда хотел, сказал он. 12 февраля их бригада получает приказ. Совершить 200-километровый марш-бросок в город Великие Локи. Там, где-то на окраине в лесу, есть такая деревня Чернушки. И в этой деревне очень сильно креплены немецкие позиции. Их нужно уничтожить. Погода не способствовала. Сегодня холодно, а тогда было еще холоднее. Кстати, днем была температура плюсовая. Снег мокрый, от них идет пар. Солдаты проваливаются по пояс в снег. Техника вязнет. Ночью ударяет очень сильный мороз. Одежда превращается в броню. Молча, с большим терпением бойцы двигаются вперед. Они знают, что нужно им выполнить приказ. Идет вместе со всеми и матросов. Потрескались губы. Валились глаза от бессонницы. Ему казалось, что сейчас в последний миг больше не поднимется со снега. Но сил и воли поднимется.